Попадание ракеты или теракт. Такие приоритетные версии катастрофы самолета МАУ назвали в службе безопасности Украины, сообщил глава ведомства Иван Баканов на заседании специальной рабочей группы. Ранее в США заявляли, их спутники зафиксировали пуск двух ракет, которые вероятно и попали в украинский самолет. В Иране эти данные опровергают и обвиняют американские спецслужбы в психологических манипуляциях. Подробности расскажет Александр Кулибаба. Иран оперативно зачистил место аварии украинского самолета под Тегераном. Журналисты-расследователи группы Биллингкэт утверждают, части самолета собрали, все сравняли бульдозерами. В Иране эти данные опровергают, говорят все на своих местах, готовы к сотрудничеству в расследовании и вот-вот начнут расшифровывать данные черных ящиков. У нас есть два черных ящика. Они повреждены, но, слава богу, их можно расшифровать. Мы должны проверить степень повреждений. Наша команда получила доступ к черным ящикам. Мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Также мы получили доступ к записям диспетчеров из Центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами. Всю эту информацию мы анализируем и как только будут выводы, мы о них расскажем. В Иране также начали проводить ДНК-экспертизу останков тел погибших. Тела будут возвращены. Эти тела, потому что это трагедия и многие люди, они сейчас развезены по всем больницам Тегерана. Со всех тел команды должны взять ДНК, чтобы сравнить с родственниками. Это же большая работа. Очень активно работает МАУ. Говорить, когда конкретно будет закончена эта работа и тела можно будет вернуть, очень трудно. Загадкой остается причина крушения самолета. По данным американской разведки, его случайно сбила иранская ракета. Это подтвердили канадские разведслужбы, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо. У нас есть данные разведки из множества источников, включая информацию наших союзников и нашу собственную разведку. Разведанные указывают, что самолет был сбит иранской ракетой класса «Земля-воздух». Эти действия вполне могли быть непреднамеренными. Новая информация подтверждает необходимость тщательного расследования. Эту версию поддерживают в НАТО. Так, по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Я не буду вдаваться в детали относительно действий нашей разведки. Но то, что я могу сказать, у нас нет причин не верить докладам, которые поступают из столиц стран-союзниц. Они обеспокоены информацией, которая свидетельствует, что самолет мог быть сбит иранской системой противовоздушной обороны. Это именно та причина, по которой нам нужно тщательное расследование. Мы должны установить все факты. В этом контексте очень важно иметь полное сотрудничество с иранской стороной. В сети накануне появилось видео, которое предположительно подтверждает эту версию. На кадрах видно летящий объект и вспышку в ночном небе. Журналисты Нью-Йорк Таймс и расследователи группы Биллингкэт говорят, на кадрах разбившийся самолет рейса 752 международных авиалиний Украины. Они утверждают, видео точно сняли в пригороде Тегерана к западу от международного аэропорта имени Имама Хамейни. Нам удалось геолоцировать это видео. Оказалось, что оно было снято в жилом районе населенного пункта Парант, пригорода Тегерана к западу от международного аэропорта имени Имама Хамейни, откуда рейс 752 международных авиалиний Украины вылетел в Киев. Но Иран настаивает на своем. Самолет упал из-за технической неисправности. Обвинения США и союзников называют психологической манипуляцией на фоне трагедии. Мы должны быть очень осторожны в выводах, учитывая серьезность происшествия, на основании видео, достоверность которых сложно подтвердить. На место катастрофы уже отправились эксперты США, Канады и Франции. Помочь в установлении истины странам, участвующим в расследовании готова Еврокомиссия. Уже два дня на месте работают украинские специалисты. В СНБУ Украины рассматривают семь версий катастрофы лайнеров в Тегеране. Три под грифом «Секретно». Среди озвученных «Боинг» сбили российской ракетой зенитного комплекса «Тор». Теракт, техническая неисправность, столкновение с беспилотником. Трагедия в небе над Ираном произошла 8 января. «Боинг-737-800» международных авиалиний Украины, направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли все, находившиеся на борту. Это 176 человек – граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Александр Кулибаба, UATV.